Приветствую! В общем, всем привет! Сегодня нам предстоит превращение в маленьких кошечек с коллекцией Wild Animal Palette от Makeup Revolution. Казар, видимо, видит что-то родное в этом принте. Он, как и я, считает, что у этой палетки нелегально красивое оформление, а главное — качество. Мы, конечно, желаем всем хорошего настроения, может быть, чуть-чуть игривого. Если вам интересно, как создавался этот образ, приятного просмотра! Я сегодня к вам пожаловалась с чуть-чуть обновленным цветом волос. У меня окрашивание только вот по эту зону. Сзади всё моё натуральное, родное. Но не об этом. На мне уже нанесён консилер, а также увлажняющая помадка, потому что кусать губёжки, видимо, моё любимое занятие. У нас палетка от Makeup Revolution под названием Courage, то есть храбрость. Я очень люблю какие-то анималистичные принты, особенно, когда не только коробка, но и сама палетка так украшена. Сейчас вместе с вами немножко откроем её. Команьки. Очень красиво. Я прям в восторге от оформления. Makeup Revolution имеет немножко такую худую славу в плане того, что они любят вдохновляться чужими работами, чужими хайлайтерами, чужими палетками, делать такие лёгкие закосы, хотя они отрицают любые сходства, что это всё совпадение. Не думаю. Мне, как пользователю, это никак не мешает. Как производителю, наверное, да, это всё-таки доставляет неудобства. Помимо вот такой славы ещё, ну, не проблема, а факт наличия просто миллиона суббрендов. Makeup Revolution Pro, Revolution XX, Revolution Makeup Obsession. В общем, их очень-очень много, и главное в них как бы не запутаться. Странная у нас палетка из серии Wild Animal есть ещё с оформлением зебры. Это у нас, я так понимаю, леопард. Палетка, как мне нравится, пластиковая. Я уже говорила, как-то мне чисто тактильно приятнее она, хотя я понимаю, что если её уронить, то шанс того, что там всё разобьётся больше, но тем не менее, ну, нравится мне мой Guilty Pleasure маленький. Понравилось, что на самих рефилах также высечена вот эта леопардовая текстура, уже добавляет какой-то дороговизны. Так как я не могу откинуть зеркало, чтобы вам не отсвечивалось, делаем вот так, хорошая цветовая палитра. Мне почему-то хочется сделать макияж в каком-то стиле таких 90-х, знаете, когда губы с тёмным контуром, светлой серединкой и глаза такие прям бам. Утаж 18 оттенков, некоторые прессованные тени, некоторые прессованные пигменты. Думаю, что нет смысла делать сфотчи, потому что у нас 17 цветов. Посмотрим уже, как на глазах они работают. И мне есть что ещё сказать по поводу этой палетки, но уже когда будем обсуждать. А сейчас будем наносить, поэтому чуть-чуть приблизимся. Заранее чуть-чуть извиняюсь за состояние кожи, но я подмазала консилером, где могла, чтобы вас это не отвлекало, поэтому начинаем с глаз. Я хочу начать с карандашной подложки, так как мы делали видео про коллекцию Evelyn. В палетке есть красивые тёмно-коричневые цвета, и мне очень нравятся подобные оттенки наносить на растушёванный карандаш. Карандашная техника. Сейчас сделаем как бы основной ободок, куда будет уходить наша дымка. Карандаш у меня от Chanel Le Crayon Cool. Не знаю французского. В общем, Intensive Eye Pencil Amber. Он деревянный в оттенке 62. Коричневый. Наношу карандаш неплотной кистью, так растягиваю. Для такой техники важно брать не моментально застывающие, как бы самофиксирующие карандаши. И карандаш должен дать вам время на работу. Я тут всё ещё балуюсь со светом. Если вам в каком-то видео нравится свет больше, а в каком-то меньше, в общем, можете давать мне ваш такой фидбэк-впечатление, чтобы я понимала, как вам удобнее, где вам лучше видно. Плюс-минус вот такая форма должна получиться. Я буду делать сразу два параллельно глазика. Если вам нравится более скруглённая форма, чем вытянутая, пожалуйста, если нравится более такой кошачий эффект, так как у нас леопард на выгуле. Будем делать кошку в окошке. Будем потихоньку закреплять коричневыми оттенками. Тут их немало, поэтому я буду миксовать или потихоньку наносить разное, чтобы, ну, как всегда, побольше цветов попробовать. Названия у оттенков нет, поэтому я не буду с вашего разрешения там называть нижний, левый, правый, коричневый. И просто как бы и так видно, что куда наносится. Я уже знакома с формулой таких теней. У меня есть ещё одна палетка от Revolution. Я ей очень сильно довольна. Это была одна из моих первых таких больших color палеток. Поэтому я знаю, что ожидать плюс-минус и от матовых, и от шиммеров. Что меня капельку смущает в этой палетке, я беру уже другой оттенок, то, что есть такие цвета, которые и не матовые, и не металлики, а что-то типа сатина. Я вообще-то одной такой формулы не видела. Это вот в 2000-х очень модные были, до того, как появились фольгированные тени, какие-то глиттеры. Коричневые очень хорошо на друг друга наслаиваются. Можно набить от дымки до вот такого плотного коричневого. Вроде бы на камере есть какое-то пятно, но в жизни я его вообще не вижу. И мы всё равно сейчас будем сюда добавлять блестяшки, поэтому без разницы. Пока очень всё нравится. На верхнюю границу добавлю ещё более светлого, такого телесного. Не удивляйтесь, что у меня тушёвка уходит в бровь. Мне всегда кажется, что у меня мало глаз. Всё они у меня, мягко говоря, не маленькие. Всё равно хочется всё выше и выше и выше. Ещё беру тёмненький такой маленькой кисточкой и добавляю себе в уголочек. Немножко кошковидности. Мяу. Я так оставлять не буду, просто намечаю себе какой-то рисунок, который будет в этом всём. Здесь есть такой интересный коричневый. Он типа сатин, что ли. Сейчас я вам его покажу на руке. Видите, это коричневый, но он не матовый. Возьму плосенькую кисть и с него начну какой-то вот этот уголок поднабивать. Ох, какой мой плотный! Хорошо, приятно. Чуть-чуть втягиваю в матовый, так, чтобы вам всё было видненько. То есть основной цвет я леплю на само веко и потом краешек стягиваю. Меня удивляет этот оттенок, потому что при первом своче, особенно когда я на руке пробовала, когда я только получила палетку, мне казалось, что это такое что-то полупрозрачное, как основную блестяшку. Мне хочется попробовать цвет, который в палетке выглядит дуо-хромом, но на пальце я его наносила, и он выглядел как бронза. Так он выглядит на кисти. Момент истины. Кожа, они прям очень приятные в нанесении. Как будто фольгу раскладываю, или даже кремовые какие-то тени. Очень много пигмента, очень насыщенный. Посмотрите на этот перелив вообще. На этом этапе эта палетка намного лучше, чем та, которая у меня уже есть. Оттенок чуть-чуть осыпался, можно где-то в этой зоне видеть осыпашки. В уголочке мне хочется внезапно уйти в розовый, потому что, чтобы был в палетке розовый, да мы его не использовали. Ну, как-то не гоже, не гоже. В уголочек его чуть-чуть лепим. Удивительно, насколько эта палетка прям набивается. В первой пробе там пальчиком, например, свочей, кажется, что ой, что-то все полупрозрачно, что-то не то. Честно, хотела уже ругать, пока не попробовала на глазах. Это тот самый случай, когда я всегда говорю, что все надо пробовать. Не только пальцем, пальцем одно дело, на глазах, ну, прям. Я думаю, что надо попробовать еще какие-то цвета. Тут есть такой сияшечка, типа розового шампанского. Сейчас мы его чуть-чуть тут на начале. От него эффект прям как от хайлайтера, причем такого морозного. Мне кажется, что он холодноват под вот этот наш центральный цвет на веке, поэтому я еще золото сюда. Посмотрим, как оно одно на друг друга будет накладываться. Ну, уже понятно, что он не перебивает друг друга, но блин, как к нам возвращается. Захожу и на матовый, и на тот холодный, который мы добавили. И они не отторгают друг друга, а то бывает сделаешь один слой и все. И туда уже ничего не наслаивается, ничего не добавляется. Пожалуй, снова вернусь к самому темному и еще углублю краешек. Кода обавляется. Посмотрите, насколько все легко. Для меня, наверное, одно из самого ужасного, что может быть в тенях, это когда у тебя есть какая-то идея, есть цвета в палетке, которые могут ее воплотить, ты начинаешь ими работать, и у тебя все наперекосяк, даже не от того, что у тебя руки кривые, хотя, например, у меня они точно кривые, а от того, что сами тени работают, не так, как хотелось бы, или так, как заявлено. Я считаю, что за пару минут работы теней, получив вот такой результат, это однозначно. Опять с плюсом киска вышла на охоту. Сейчас добавлю тушь, в общем, как всегда и продолжим. Немножко надели лицо заново, в общем, у нас из Revolution остались еще хайлайтер и помада. Сейчас будем делать губежки, а потом, конечно, хайлайтиться. У меня помада вот в таком красивом футляре. Life on Dance Floor Whip Lipstick Invite Only. Мне нравится упаковка, божественная, но цвет, я специально только выбирала, он очень светлый. Фактически такая замазка, консилер. Меня, как и многих других, тянет на эффект губ 90-х с темным контуром и светлой серединкой, и я раньше добивалась этого эффекта просто тональным или консилером, но теперь у меня есть специальная помадка для этого, поэтому вначале карандашиком делаю контур. У меня холодный карандаш от Lamelle в 407-ом оттенке, как коричневый, недец. Очень нравится их серия гелевая, что гелевые карандаши для глаз. Я сегодня для слизистой коричневой использовала. Удивительно, насколько нас преображает макияж, сразу движения, какие-то поведения такой. Готова выходить на охоту, добавляю помаду. У нее очень-очень вкусный запах. Такой сладко-шоколадно-конфетный и печенюшечка где-то сбоку тут. Тут главное не херигорщить, да, потому что тут такой консилер вышел погулять. Я, наверное, тут нанесу спунило. Дальше хальца в работе. Такие пельмени получаются. Это именно тот эффект, которого я хотела. Я знаю, многие скажут, фу, как, а гадость. Ну, такое есть. Что если вы искали помаду для вот такого эффекта, в осветлении только внутренней части, оттенок Invite Only от Revolution, то, что вам нужно. Ну и, конечно, мы не можем оставить это лицо без хайлайтера. Вот такой банановый хайлайтер. Он прям как тортик упакован. Коробочку далось. Сам хайлайтер в пластиковой упаковке. Неожиданно произведено в Тайване. Немало здесь. 10 грамм продукта. Я считаю, что оформление незаконно милое. Вначале попробую нанести кистью веером, чтобы, в принципе, понять, какой цвет получается. Я смешиваю прям все. Чуть-чуть пылят блесточки. Потому что, скажу честно, я уже попробовала его пальцем. И здесь на трех разных участках три разных цвета. Это цвет шампанского, совсем бронзовый и такое золото-желтое. Поэтому вот я смешала все-все. И будем наносить. Ну, сюда вообще потрясающе подходит цвет, по-моему. Это именно то, что нужно, когда ты сидишь и такой, типа, ничего не предвещает беды, поворачиваешься и тебе паум в самое сердечко. Поработаем пальчиком. Сейчас я тоже постараюсь все три цвета смешать. Такое золото получается. Немножечко на кончик носа. Получается добротная чеканная монета. Ох, как мне нравится. Попробую сейчас взять только такой самый светлый цвет. Да, да, да. Да, революшн, давайте. Я на все согласна. Я считаю, что эта малютка заслуживает место в постоянной коллекции. Она уже вот где-то здесь, прям внутрь такая ко мне норовится. Отлично сверкает, не оставляет полосу. Давайте немножко поболтаем. В начале видео я делала ремарку, что мне есть, что сказать об этой палетке. Поэтому я сразу начну с этого легкого, такого неприятного. Есть еще одна палетка от революшн. Вот в таком красивом цвете. Она выпущена совместно с блогером SofX. Раньше она называлась ее YouTube-канал SofMadeNails. В общем, она была по маникюру, сама делала красивые дизайны. Сейчас она вроде бы отошла от ногтей. Редко вижу от нее видео на подобную тематику. Она больше по бьюти. И когда я увидела в свое время эту палетку у нее на канале, что она ее анонсировала, меня просто как-то очень сильно встрепухнули все оттенки. Гамма у палетки в одном из оттенков видно донышко залюбленное, хорошее, но есть одно но. Видео Sofie или SofX, я не знаю, будем называть ее Sofie, что ее палетка это такая, ну не то, что лимитированная, но она, грубо говоря, каждый цвет сама придумывала. Я, соответственно, рассчитывала, что если я беру эту палетку, то в других палетках Revolution я не встречу подобных цветов. Мое удивление, когда я получила палетку Wild Dice, которую мы делали сегодня, и делая свотчи, меня такие ловила вьетнамские флешбеки, что где-то я уже это ощущала. Да, не все 18 оттенков, но очень многие я их уже чувствовала, я их уже видела. Половина оттенков из леопардовой палетки есть здесь. Вопрос, почему половина блогерской палетки повторяется с этой палеткой? Revolution я не спорю, цвета очень красивые, хорошо, когда их много, не жалко использовать, не закончатся. Но я же беру для разнообразия, вот к примеру, близкий оттенок зеленый, но они хотя бы чуть-чуть отличаются. Сейчас я вам буду все на руках показывать. отличие на камере, я вижу, что оттенок с палетки Sof X чуть-чуть темнее. Я нанесу еще парочку таких спорных оттенков, чтобы вы сами увидели. Если взять, например, из светлых, вот этот центральный, это сегодняшняя палетка, и два боковых, это Sof X. Тут хотя бы есть различия. Бронза просто на полутонах отличия, и золотишко это здравствуйте, где какое фиг различишь. Возможно, я слишком придираюсь, потому что минимальное различие среди них есть, и то количество палеток, которые Revolution нас окидывает, просто осыпает ежемесячно, ну не ежемесячно, но у них часто выходят разные коллекции. Сложно каждый раз придумывать какие-то там дуахромы, триахромы, чтобы это все отличалось, если закрыть глаза на какие-то повторения, и, ну, как бы, возможно, не у всех есть именно эти две палетки, и мне так не повезло, что мое знакомство с этим брендом вот так сложилось, то качество, вы сами видели, это просто одно удовольствие. Мне кажется, что у леопардовой палетки намного более мягкая текстура, потому что, как бы, я не любила ту палетку Sofix, и многие рефилы прям обильно пылят, и некоторые из блестяшек прям крошатся, и вы, когда их набираете что пальчиком, что кистью, они такими как бы грудочками набираются, их нужно разравнивать. В этой палетке я такой проблемой не заметила, блестяшки просто ровненько наносятся, как по маслу. Я думаю, что если у вас нету такой базовой палетки, где много коричневых, но при этом есть какие-то акцентные, или у вас даже есть базовая коричневая, но вы хотите что-то вот такое насыщенное, непрозрачное, что можно сделать прям здравствуйте, я кошка, однозначно очень советую попробовать. Не могу еще раз не сказать о хайлайтере, мягенько, хорошо, без полос, ну и оформление, я очень люблю вот это всякое девчачье, что-то миленькое, и хайлайтер это уже не обычный революшн Professional London, это I love революшн, и у них в принципе вся упаковка вот такая фруктики, яркая, что-то милое, даже коробочка оформлена супер мило, из этой серии есть еще румяшки, там вроде бы клубничка или персик, вроде персик, так как я люблю персики, я думаю, что надо попробовать. Помада очень понравилась, я не знаю, насколько она стойкая, подозреваю, что вообще никакая. Она не сильно отпечаталась, но я не так много ее и наносила, возможно, как бы в комбо карандаш и вот чуть-чуть капли этой помады у вас и будет хорошо держаться, поэтому просто чисто из-за того, что если вы, как и я, хотели вот эффект темного контура и светлой серединки, я думаю, что она целиком и полностью выполняет это предназначение, еще раз говорю, оттенок In White Only, но тем не менее, я, как всегда, укажу все названия в инфобоксе, чтобы вам было легко все найти. Если также для вас это важно, палетки Cruelty Free, они не тестируются на животных, этот бренд против этого, везде можно на каждом продукте найти значок Зайки, я говорю о вот этом значочке, зеркало, кстати, очень хорошее, можно в него смотреться, радоваться своей красоте, я считаю, что покупка удалась, и буду однозначно пробовать еще что-то от бренда Makeup Revolution, и также I Love Revolution, и другие революции, которые нам предстоят. Пробовали ли вы, что от этого бренда, мне будет безумно интересно почитать в комментариях ваше мнение по этому всему поводу? Чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх, подписывайтесь, чтобы не потерять мои следующие видео, впереди нас ждет очень много обзоров на бюджетную косметику и не только, а нам с вами до скорых встреч!